Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова домашнее видео. В последнем обзоре я вам показывала, как я делала борщ на зиму. И показала, что у меня вот осталось. Я переложила в пиалу и хочу сделать сейчас борщ. После заправки я занялась борщом. Очень так аппетитно пахнет на всю квартиру. Захотелось борща, хотя только недавно он у нас закончился. Заодно покажу, как выглядит наглядно то, что я сварю. Значит, у меня борщ на курице. Вы можете варить на говядине, на свинине, на любом другом мясе. В магазине я купила курицу. Для супа я использую грудку куриную на кости. За счет косточек такой вкусный бульон получается. Вот просто грудка такой вкусной он не получается. А именно на косточки. И грудка у меня такая была большая. Я ее разрезала на две части. Вот смотрите, какая она огромная. Значит, я ее сейчас вот варю. Чуть-чуть подсолила. Нужно учитывать, что вот эта заправка тоже содержит соль, сахар. Значит, варим. А потом я ее буду вынимать, разделывать на кусочки. Так, отщипывать буду кусочками. Филе отделять от косточки. И, знаете, так быстро, когда есть заправка, значит, после того, как курица сварится, я добавлю капусту и добавлю картофель. Буду добавлять их одновременно, так как сейчас сентябрь месяц. Картошка варится быстро. Свежая она у нас своя домашняя. И капуста молодая, она тоже очень мягкая, варится быстро. Даже не знаю, что из них быстрее. Обычно я, ну вот если зимой, но капуста более твердая, я сначала капусту чуть-чуть поварю, потом только картофель. В этот раз я варила. Очень вкусно. Так быстро сварилось. Все свежее. Все быстро варится. В общем, жду, пока курочка у меня отварится. Кстати, знаете, вспомнила про курицу. Напишите, пожалуйста, сколько стоит в вашем городе курица. Ну, я думаю, по Петербургу и области цены одинаковые. Я постоянно покупаю куриную грудку, голень. Покупаю в Семишагов. Меня все устраивает. И куриная грудка в Семишагов стоила 249 рублей. А теперь она стоит 319. Вчера зашла в фермерский магазин, где мясо продается. Ну, там оно, в принципе, все то же самое. Что-то может быть другого. Но цены всегда дороже. И представляете, там куриная грудка. Просто грудка и грудка на кости почему-то по одной цене. Вообще стоит 419. То есть, получается, вот лично у нас с 250 рублей филе выросло до 319-320. Да, получается. На 70 рублей. Напишите, как у вас. И почему-то пропало яйцо тоже. Вот я смотрела в Семишагов. Постоянно покупаю куриное яйцо. Пришла вчера в магазин. А там только третья, что ли, категория. Это такие маленькие. Я вам сейчас покажу. Вот, для примера. Обычно я покупаю первую категорию. Вы знаете, я не люблю отборное. Там оно такое огромное. Первая категория достаточно. А вот эту третью, вы даже не представляете. Мне даже, по-моему, второй не было. Третья. Вообще, третья я как-то побоялась вообще, что это за яйцо. Оно, знаете, чуть больше, чем перепелиное. Очень маленькое. Не знаю, оно только по размеру отличается. Потому что вот я купила. И я всегда... Вы знаете, хорошо, что я не сварила. Я иногда люблю сварить. Значит, я делала картофельные котлеты. И мне нужно было яйцо. Я... Вы знаете, там органы какие-то даже попались. В общем, все в крови было внутри. Крупные какие-то органы уже начинающего там цыпленка. В общем, я такое не люблю. Это был кошмар. Поэтому я вот такие мелкие не покупаю. Ну вот. Ну, а цена 50 рублей. Это, ну, недорого, но они маленькие. То есть одно яйцо это вообще ни о чем. То есть блюдо, где я одно большое, вот такое классическое использовала, теперь приходится два таких. В общем, либо были уже синявинские. Вот у нас такие. Они по 99, по-моему, в 7 шагов стоят. Зашла в пятерочку. Там тоже очень мало яиц. Как у вас дела с курицей и с яйцом. Что-то такое прям ажиотаж какой-то. Все разобрали. Цены подняли. Кстати, хотела показать. Вы знаете, начала чистить. Потом вспомнила. Это же наш картофель, который мы сажали за домом. Вот кто смотрел. Видео обязательно будут. Продолжение у меня сейчас больше свободного времени. С дачи посвободнее сейчас стало. Все дела сделали. Да уже прохладно. Так часто мы не ездим. Прям вот каждый день. Смотрите, какая большая картошка. Мы ее не выкапывали еще до сих пор. У нас она еще за домиком до сих пор. И вот эту картошку красную мы покупали в ленте. Сажали. Она у меня случайно выкопалась, когда я там пропалывала. И немножко подокучила. Я, видимо, тяпкой задела. И, представляете, она такая вывалилась. Вот такая прям. Посмотрите, какая огромная. Не знаю, какие будут остальные там картофелинки. Но вот эта прям огромная. Она прям, знаете, как будто бы срослась двойная. Как будто бы две. Но картошка очень вкусная. Просто мы один или два кустика уже выкапывали. Вот такую красную отваривали прям на участке. И пробовали. Она вкусная. А вот эту я сейчас буду использовать для борща. Ну, а у меня сварился бульон. Я вот так вот, если на косточке, я вот так вот курочку, филе убираю. И сейчас буду закладывать капусту, а потом буду картофель закладывать сразу. Бульон такой красивый сразу. Ну, а пока картофель и капуста у меня отвариваются в бульоне. А вот так я курицу разделываю. То есть я просто отщипываю на такие волокна. И косточку сейчас, скелетик этот буду выбрасывать. И снова верну туда, в кастрюлю. Пришло время добавлять закуску. Вот эту борщевую. Еще немножко покипит у меня. И нужно настаивать. Я никогда не ем борщ. Первый день обязательно. Ну, если, например, утром сварить, вечером можно. А так обязательно у меня ночь стоит борщ. Тогда на следующий день он настоится. Будет такой яркий-яркий, красивый. Даже картофель цвет поменяет. Вот, будет очень вкусно. Ну, осталось только проверить на соль. Очень яркий такой вкус настоящего борща. Не буду добавлять ни соль, ни сахар. Ничего не буду добавлять. Идеально получилось. Я не сильно солила картофель. И плюс вот в заправке все идеально. Ну, а я хочу показать, как борщ мой выглядит на следующий день. Сварила я его вчера вечером. Он у меня всю ночь простоял вот здесь вот. Пропрел весь, да. Утром я встала, он уже остыл. Я его брала в холодильник. И сейчас хочу я пообедать, попробовать. Значит, смотрите, как он настоялся. Он полностью тут поменял цвет. Картофель тут окрасился. Посмотрите, какой он. Очень люблю прям вот такой вот густой, вкусный. Вот она курочка. Значит, сейчас я буду накладывать. У меня вот эта тарелочка, я ее очень люблю. У нас их таких три штуки. Из магазина FixPrice. Она идеально подходит для супчика, для таких вот блюд, где соус с бортиками. Сейчас я буду подогревать в микроволновке. Какой же он ароматный, когда я его подогрела. Со сметаной. Сметанка у меня белорусская. Петрушка с моего огорода. Хлебушек зерновой. Посмотрите, какой он красивый. Очень люблю борщ. Прямо больше всего я люблю борщ. Ну, а вам приятного аппетита, если вы тоже кушать сели, обедать, ужинать. Всего доброго, всего хорошего. Может быть, кому-то понравился такой вот рецепт. Готовьте тоже на зиму. Заготовки делайте. И потом упрощайте себе жизнь осенью, зимой и весной. Всего доброго, всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...